Кем стать в будущем? Какую профессию выбрать? Подобными вопросами задается каждый старшеклассник. Разобраться в своих способностях и узнать самое интересное из мира профессий помогает Центр занятости населения города Чебоксары. Востребованность специальности на рынке труда, уровень заработной платы, условия работы, наличие социального пакета. Это главные факторы, на которые стоит ориентироваться при выборе будущей профессии. Основные рекомендации специалистов в области занятости помогают разобраться с собственными желаниями. Соотнести их с возможностями, а уж потом выбирать вуз и специальность. Только в таком случае можно рассчитывать на то, что ты станешь профессионалом своего дела. Психологи-профориентаторы работу со школьниками начинают с разговора о самых востребованных профессиях на сегодня и в ближайшие пять лет. Профориентационное занятие ведет ведущий инспектор отдела профориентации и организации профессионального обучения Евгения Гурьянова. Какие профессии сегодня нужны людям? Строители. Строители очень востребованы, молодец. Точку. Еще? Врачи. Совершенно верно. К сожалению, люди часто болеют. Учителя, мы всегда, да, рождаются новые люди, их нужно учить. Профессии 40 тысяч, о которых мы говорили, условно можно разделить на пять групп. Это работа с природой на природе, с другими людьми, с техникой, с расчетами, вычислениями или с творчеством. И вот один из тестов, который сегодня мы вам предложим пройти, да, ответит на вопрос, какой из этих пяти сфер деятельности у вас имеется больше интерес, больше вы творческая натура или вам больше подходит профессия банков служащего, об этом вы сегодня узнаете. Ребята из 10-й чебоксарской школы слушают с любопытством краткий экскурс в мир профессий. Всем старшеклассникам предлагают пройти тестирование. Его результаты могут помочь определиться с будущей профессией, а тем, кто уже знает, куда пойти учиться, подтвердить выбор. Для чего ты сегодня пришел в центр занятости? Ну, чтобы узнать, куда можно в дальнейшем пойти на работу, устроиться, на какую, и кем можно быть. Я хочу стать строителем, и для этого мне нужно изучать физику, математику, черчение нужно знать, ну и русский язык, наверное, чтобы правильно писать. Человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система, человек-природа, человек-художественный образ. Эти пять сфер деятельности объединяют тысячи профессий. Какую именно выбрать, решает каждый сам. Вот здесь в рекомендациях указано, какие профессии относятся к области человек-знаковой системы, какие способности, качества личности должны быть у человека, чтобы он успешно выделил. Ознакомиться с тюрьмятами, и так, знаковой системой и работать с людьми. Настя Чернова еще до конца не определилась, кем ей стать, психологом или банкиром. Я больше люблю математику скорее, чем общаться с людьми, потому что это более точнее. А реакция людей и поведение, она всегда разная у каждого человека. Я хочу выбрать более, пойти в банковское дело, потому что там используются более точные науки, и я больше их понимаю. В таких случаях специалисты центра занятости проводят индивидуальные консультации, предлагают дополнительные тесты. В центре занятости проходят они диагностику своих профессиональных интересов и склонностей на базе лицензионных тестов, которые приобретены в лучших психологических центрах нашей Российской Федерации, это как в Москве и в Питере. А здесь профконсультанты объясняют, какие склонности, какие предпочтения, какой профессии. Многие профессии детям не знакомы, так как очень много новых профессий, перспективных. Здесь мы все это, конечно, досконально объясняем, раскрываем все эти термины, все эти понятия, что значит та или иная профессия, специальность или склонность. Также специалисты центра могут помочь подросткам трудоустроиться во время каникул, чтобы понять, из чего состоит ежедневная работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!